Вот есть небольшая мысль Я сейчас проповедую на молодежке Вы передо мной, я перед вами У меня есть некая доля зависти Почему? Ну мне-то уже 45 Смотрю на некоторых из вас 15, 16, 17 Вот была бы такая штучка какая-нибудь Такая машина времени Нажал бы и тебе 20 И тебе 17 Ну хорошо, я постараюсь сам себе Попроповедовать при вас Себе, 15-летнему Хорошо? Вот если бы мне было 15 лет О чем бы я задумался? Вопрос номер 2 Я его забыл? А вопрос номер 2 Что здесь столько много сестер И я вот не знаю, как вам проповедовать Дорогие сестры Вот, наверняка Вам нужна какая-нибудь другая проповедь Чем эта Я бы просто... Мне легче с братьями говорить 15-летними Вот Поэтому парни, это слово для вас А сестры все остальные подслушивают Хорошо? Первое место писания История, которую я вам хочу прочитать Это записано Евангелие от Матфея 15-я глава Такая история Здесь написано следующее Выйдя оттуда Иисус удалился В страны Тирске и Сидонске Это 15-я глава Матфея 21-го стиха И вот женщина Хананиянка Выйдя из тех мест Кричала ему Помилуй меня Господи, сын Давидов Дочь моя жестоко объяснуется Но он не отвечал ей ни слова И ученики его Приступив Просили его Отпусти ее Потому что кричит за нами Он же в ответ сказал Я послан только погибшим овцам Дома Израилева Она подойдя Кланялась ему И говорила Господи Помоги мне Вот такая история Поведение этой женщины Она кричала Она кланялась Она вела себя Не как все И учеников Это немножко Раздражило Немножко достало И они сказали Господи Дай ей Причина Орет Если бы я сегодня был молодым Первое Что я бы сделал Это усилил Свою молитвенную жизнь Однажды Со мной встретился Весьма-весьма Пожилой человек И я как раз таки Вышел с сорокадневного поста Мне было 23 года 24 Сколько мне было лет Когда я постил со сладкой Я тебя там не вижу Ты где-нибудь сядь передо мной Дух контроля Чтобы я тебя видал Я когда контролирую им тобой Мне легче в жизни Я ж подкаблучник еще тот Не хочешь Меня здесь Пости Не хочет Прям моя жена Вот я вышел только с поста Мне 24 года Я уже 40 дней отпостился Мужик мне говорит Почтенный апостол Почтенный Говорит мне Молодец Голиафа надо убивать В молодости Помните, да? Давид убил Голиафа Давиду было 16-15 лет Когда он его завалил Друзья мои Помните, до того Как он убил Голиафа Картина какая была Написано Он 40 дней Голиаф орал И вот эти вот ребята Которые там воевали Они 40 дней отступали Потом пришел Давид И убил его Если бы Давид Не пришел Или если бы Давид Сделал бы Картину другой То история Могла быть бы такая Пришел Давид Посмотрел на Голиафа И видит Что все убегают И он сказал Голиафу Он бы сказал Голиафу Слушай, мужик Я еще молод Мне всего 16 Когда мне будет 21 год Ты ори Лет 5 еще Я через 5 лет приду И убью тебя Могла бы такая Картина быть И Голиафу 5 лет Орал бы И потом Только Давид Когда ему было 21, 22 Пришел бы И убил его И так Моя мысль Голиафа надо убивать В молодости Объясню вам Вот эта вот женщина Она кричала Она орала Господи Измени жизнь Моей дочери Понимаете И она кричала Орала Кланялась Пост Усиленная молитва Поклонение Господу Сделай что-нибудь Сейчас Коснись мою дочь Сейчас Иисус ей говорит Нехорошо взять хлеб У детей Поэтому Ты подожди Когда я умру Вознесусь Потом Павел придет Апостол Павел Он пойдет К язычникам Потом он тебя найдет И твоя дочь Исцелится Женщина сказала Не пойдет Сегодня моя дочь Должна быть здоровой Ответ у Господа Можно получить Двумя путями Первое Вот вы находитесь Вот здесь Можно усилить Свою жизнь Постами Молитвами Поведением Пред Господом И получить ответ Здесь А можно подождать Немножко И естественным путем Прийти сюда Ну без криков Без молитв Нормальным поведением Смотрю сегодня Например Что меня С 45-летнего Немножко напрягает В этом обществе Смотрю Смотрю Парню уже 30 лет Он до сих пор Не женится Смотрю Парню уже 40 лет Он до сих пор Не начал церковь Смотрю Парню 50 лет Он до сих пор Бизнес не начал У меня вопрос Мужик А ты когда Собираешься жить И это Я не говорю Сейчас про Екатеринбург Я говорю Про эту картину У нас сейчас Такая международная Становится Эта картина Какое-то Некое Запоздалое Принятие Решений Как будто Мы бессмертные Знаете Вот Например Иаков Родился Женился В 40 лет Это сын Авраама Да Исаак Женился В 40 лет Сын Авраама Авраама Да Но они жили Там по 200 лет И вот Наша молодежь Читает Про того Как он женился В 40 лет Говорят И я в 40 лет Женюсь Ну ты-то живешь Знаете Мы-то живем 40-50 Вот сегодня Мне смс пришла 42 года Товарища Не стало 42 всего Друзья мои Мне было 15 лет Я начал Первую церковь Мне было Всего 15 лет Я поехал В соседнюю деревню Прошелся по улице Сказал Кому почитать Библию Откликнулось Несколько человек И эти несколько человек Мы потом начали Церковь Она до сих пор есть Мне было 18 лет Мы поехали В другую деревню Открыли Вторую церковь Мне было 21 год Мы поехали В третий городок Небольшой И начали Третью церковь Мне было 24 года Я принял Церковь В областном городе А скажите Вопрос Когда начинать Церковь Ну я сейчас вам Сказал про церковь Да Ну что я делал Вопрос вот в чем Что касается Личной жизни В 21 год Я уже женился Вот на этой красавице Как вы думаете В 21 год Жениться Рано Или поздно Нормально Ну Хороший ответ Нормально Вот В 23 24 года Мы начали Бизнесом заниматься Да Что-то вроде этого Вопрос Но это то Что касается дел Моих дел Да Но ведь дела-то Они где-то Ну берут основание Я верю Что в христианской жизни Основание берется В тайной комнате Вот Мне было 10 лет Для меня было нормально Уже один день Два дня Попаститься Причем Я был баптист И мы постились Без воды Без хлеба Без воды Без хлеба В 12-13 лет Я по 3 дня Без воды постился И это неправильно Потому что Иисус Залкал Но не возжаждал То есть Поститься надо правильно Тогда не было никакой литературы Как правильно поститься Сегодня Полный книжный стол Как правильно поститься Но друзья мои Мне было 15 лет По 5-10 дней Постился легко Мне было 24 года Я уже 40 дней постился До этого я уже несколько раз По 21 день брал Для того, чтобы мне жениться Понимаете Мне было уже 19 лет Я был пастором церкви В одном городе Каждое утро В 5 утра Еще темно Я выходил Из города выходил Как мне казалось Что меня никто не слышит Я подальше уходил Потом, когда Невеста приехала Говорит На что ты Весь город будешь И я в 5 утра выходил Боже Я хочу жениться Дай жену А уже потом Когда зима была Я думаю Слушай Иду в 5 утра Смотрю 5 утра Так как я В одно и то же время Выходил Мороз Смотрю 5 утра У всех форточки открываются То есть люди Знают Что этот придурок Будет орать В 5 утра Встают Открывают форточку И слышно меня А я далеко Ну просто оказывается Ну Рельеф был такой Что меня слышно Я уже думаю Уже весь город молился Боже Дай ему жену Он больной Реально больной Некоторые из вас говорят Ну а зачем ты орал Зачем ты кричал Зачем ты постился Мог бы потом Жить и женился Ну да Жил бы Когда-нибудь бы я ее встретил Лет так сказать Под сорок Женился бы Лет под пятьдесят Но я Богу просто говорил Господи Слушай Я нормальный мужик Я не хочу грешить У меня уже Слушай Дым идет Я уже сестер вижу Не как святых А Как возможность Жениться Меняя что-то в моей жизни Я не хочу грешить Потому что вопрос стоит Разбежание блуда Каждый имеет свою жену А у меня мысли уже Я не святой И поэтому моя несвятость Меня обязывала Ну слушайте Я как-то пытался посчитать Сколько я дней пропастился Чтобы на ней жениться Вот когда я ей говорю Дорогая моя Это реально Это не надувное слово Дорогая моя Я столько пропастился Когда мы усиленно кричем Мы говорим Ну кричим Говорим Господи Нам надо сейчас Сегодня смотрю на некоторых людей Недавно с одним парнем говорю Он говорит Я говорю Когда будешь жениться Двадцать два года Он Не знаю Я говорю Слушай братишка А Ты попробовал Когда-нибудь молиться Попаститься Вот ну Хотя бы два дня Пастор Анатолий Я полдня попастился Мне плохо стало Я Поел А я въехать не могу С кем я разговариваю Для меня двадцать два года Это теория Ну мужичок уже какой-то Да Двадцать два года Я двадцать два года Уже женился А разговариваю С каким-то ребенком Понимаете То есть как будто ему Три года Полдня попастился Плохо стало А вот когда я вам говорю Что я три дня попастился Пять дней попастился Вы думаете Я что Качок что ли По мне видно Что я качок Просто когда я попастился Я частенько в омарок падал Просто частенько в омарок падал Я просто просил Мама мне несколько раз говорила В жизни Мама Толичек Глазам моим больно Как ты при мне умираешь Мама родная Глазам моим больно Как ты при мне умираешь Друзья мои Ну нормально Она мне холодной водички даст По щекам побьет Я прихожу в себя Дальше постимся А что делать За своим здоровьем смотри Я когда постился Десять дней Двадцать один день Ну потом Знаете как прикольно Прошло двадцать один день Я говорю Всего пять раз упал В обморок Ну и что что Ты упал в обморок Ну ты нормальный мужик Ну упал Встал Ну расшибся Вытери кровь Ну ты же не сестренка Правда Я поэтому еще раз говорю Парни я с вами разговариваю Да Сестры вы просто подслушиваете Но мужик должен быть мужиком То есть Закалка христианская Серьезность Должна быть здесь Вот эта вот женщина Она вцепилась во Христа Нет ты мне сегодня Я готова кланяться Я готова кричать Сегодня смотришь Двадцать пять лет Он стоит в церкви Молится Господи Боже мой Ты помилуй меня Если что дашь Дашь мне Дашь Ты когда-нибудь Бизнесом хочешь заниматься Нет Мне нравится Знаете как Приезжаешь там в Сингапур Приезжаешь в Южную Корею Страна растет Страна преуспевает Страна поднимается Они Ну Южная Корея За пятьдесят лет последних Пятьдесят лет назад Это была самая бедная Недоразвитая страна Сегодня четвертая Пятая экономика Мира Мира Мы просыпаемся с женой Я говорю в три часа Пойдем помолимся Ночи Три часа ночи Ночи Приходим в церковь Молодые люди Пожилые люди Мы с женой помолились Потихонечку Пошли за ручку Думаю Вот отсюда экономика Казахстана и Южной Кореи Понимаете Они орут Они просто что-то делают Дай Господь Ну где наши Выпученные глаза Русских Где нам Ну Двадцать пять лет У тебя нету До сих пор бизнеса А как ты хочешь Жену содержать Подходит ко мне Тридцатилетний Позапрошлом году Вы можете Моей подруге сказать Чтобы она На вторую работу Устроилась Мы живем в современном мире Она тоже должна пахать Я не против Когда сестренка работает Не против Но я про нас Братья Давайте усилим Тайную комнату Усилься здесь И Библия говорит Когда никто не видит Бог видящий Тайное Воздаст тебе явно Но мужиком Становятся В тайной комнате Пред Господом Не на сцене Не в бизнесе Мужиком Становятся Здесь А не маминкиным Сыночком Пуповину Надо оторвать Заходишь В тайную комнату Закрой дверь Это пуповина Оторвана от мира Ты Господь Стань Давидом Завали Голиафа В молодости Братья Аминь 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 Говорю Братья Аминь В женский голос Аминь Шутка Братьями становятся В тайной комнате Пред Господом Мужиками становятся Там Я когда пошел В сорокадневный пост Немножко страшновато стало Пошел к врачам Там у нас есть больницы Частные врачи Я к одному пришел Говорю Я тебе заплачу Ты меня проведи Через сорокадневный пост Наблюдай за мной Он говорит Ну на Сдай пару анализов Я сдал пару анализов Он вот так говорит Не вздумай Сдохнешь Я не буду тебя сопровождать Труп мне не нужен Я пришел к ней Говорю Благоставляешь Она говорит Бесполезно с тобой разговаривать Благоставляю Прямо и сильно У меня была язва Язва Это когда я Простой Нормальной жизни Шел по городу Ходил Бомс В обморок Открытая язва Я почитал книжечки Как правильно поститься С тех пор кости ем Не знаю что такое язва Зашел в пост Больным Вышел здоровым Все прекрасно Все чудесно Было бы желание Братья Но желание Иметь сейчас А не потом Вот что нами должно двигать Никогда Не откладывай на потом Желание сейчас Он же ей сказал Иисус Потом придет К тебе Настанут времена Язычников Вызорви твою дочь Нет Сейчас Вот Бог ожидает Нас В тайной комнате Которые говорят Сейчас тайна Формирование характера Формирование жизни Формирование отношений В тайной комнате О Я никого не хочу обидеть Братья Я просто хочу видеть Настоящую Настоящих братьев Сестер Мужиков Братьев Мужиков Хочу видеть Ну а сестернки Оставайтесь Такими же Нежными Красивыми За вами придут Однажды вовремя Постучаться И скажут Выходи Второе Если бы я был Пятнадцатилетним Я бы о чем Самому себе Проповедовал Я бы проповедовал Вот о чем Молись правильно Слышали когда-нибудь Из вас песенку Его обычно пела Алла Пугачева Я не знаю Вы слышали Когда-нибудь Есть такая женщина Алла Пугачева Слышали нет Есть Песенка Я не знаю Как ее Напойте мне Вы слышали да Это Алла Пугачева Мужским голосом Спела Бородатым У них похожий Голосок Я однажды Утром В пять утра Еду на машине Включаю Радио Чтобы мне не заснуть Поет Алла Пугачева Поет Эту песенку Как все Как все Как все Прошу судьбу То есть Я у него Вымаливаю Судьбу Я ехал И задумался Слушай Вот этот Нехрист Она представила Себе Что если Бог есть Вот представьте Если Бог есть Вот давайте представим Что Бог есть Ну мы же в церкви Нам будет легче Немножко Представлять Что Он есть Теперь вот Представьте Бог есть Вот если Бог есть О чем мы У Бога Сегодня попросим Что мы У Бога Сегодня попросим Ну вот Я утром Слушаю Эту песенку А у нас Был лагерь Христианский В христианском Лагере Я вечером Веду Вечернее собрание Я говорю О молитве Давайте Мечтать Молодежь Давайте Давайте принесем Пред Богом Свои мечты Свои желания Бог есть Он нам поможет Молодежь Вот этот щегол Тоже бородатый Сидят Слушают И я на второй день Думаю Надо Ну у нас Вечерами собрания Там днем Встречи по группам Я думаю Надо узнать Ну о чем Молодежь молится И вот мне Запомнился Один разговор На следующий день Я прихожу В одну группу Разговариваю С пацанами Вот И мне один На выгод Говорит Глаза на выгод Пацаненок Говорит Пастор Анатолий Бог есть Я такой Опа Говорю Да серьезно А что случилось Он говорит Вчера на собрании Говорю Господи Если ты есть Дай мне пожалуйста Сникерс И мороженое Ну В лесу это Типа Ну невозможно Да То есть Ты живешь в лагере Тебе не светит Ни сникерс Ни мороженое Он говорит Прикиньте Тетя Днем приехала Я ее не ждал Она Это вообще Ну Это вообще Что она приехала Тетя ко мне В лагерь Это невероятно И знаете Что она привезла Сникерс И мороженое У меня Говорит Аж Волосы дыбом стали Бог есть И я себе Нарисовал Вот такую Картину А как мы себе Бога воспринимаем Вообще Кто он такой Вот я себе Воспринимаю Бога Сидящего на троне Вот он Сидит на троне И в принципе Он Владыка Неба и земли Хозяин Всех Судеб Он вот так Вот делает Фараон Царь Президент Пугачева Киркора И у людей Судьбы 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 Он Судьбоносец Он дает Судьбу Он жизнь дает Он бизнеса Раздает Он славу Это он все делает И вот я представил Мой этот Гришко В лагере Подходит К Богу Который Судьбоносец И он подходит К Богу Господь ожидает Ну человек Судьбу попросит А он подходит К Богу И говорит Господи И Бог так Ну Дай пожалуйста Сникерс И мороженку И мне сложно Представить Выражение Лица Божьего Я уверен Что этот пацаненок Он всю троицу Просто травмировал Все трое Просто зависли Друг на друга Смотрят Понять Ничего не могут Всемогущего Бога Который Может Все Разводят На сникерс С мороженым Иисус За сердце Дух Святой За голову Папа Улыбнулся И говорит Да Вали тетя К племяннику Вези ему Сникерс И мороженое Пять утра Когда я ехал И слушал эту песенку Как все Как все Прошу судьбу Я потом приехал домой Потому что Мы с ней молимся тоже У нас есть альбом Мечты О чем мы мечтаем Я захожу Говорю Олечка Давай Посмотрим Альбом Мечты Первая страница Боже Дай детей Вторая страница Дай квартиру Третья страница Дай новую посуду Четвертая страница Дай сковородки Потому что Я сам готовлю Я устал готовить На подарочной Старой сковороде Которую мама подарила Пятая страничка Дай одежду Я говорю Оля Вот весь этот дурдом О чем мы мечтаем Я говорю Как ты думаешь Сколько посуды У Пугачевой Вот можно Вымолить судьбу Где все включено Где все включено А можно по деталям Вымоливать Машину Брюки То-то-то Замучиваешься Перечислять Если бы я сегодня Был бы 15-летний Я бы пошел В тайную комнату Просто бы кричал Дай судьбу Святого Дай мне Судьбу Не мокляк Которую хочет А которую Ты хочешь Я бы достал Небо Я бы вымолил Судьбу Получше Чем живу сейчас Но сегодня я там Где мои 15-летние Молитвы меня делали Моя молитва Сегодня Ваша молитва Сегодня Через 20 лет Вас сделает Вы будете как я Со сковородкой бегать Или как Алла На сцене стоять И страну Ко спасению приводить Ну К пониманию какого-то Вы понимаете О чем я говорю Вы можете У Бога вымолить Судьбу великих Судьбу святых Мне нравится Кэтрин Кульман Кто-нибудь Смотрел такую Женщину Нет Классная Женщина Один минус Она уже На небе Мне нравятся Некоторые Святые Они классные Один минус На небе А мы еще Здесь Давайте Вымылим У Бога Эту судьбу Чтобы стать Тем поколением Которое Потрясает Россию Я просто Я верю Что по России Будут двигаться Такие апостолы Которые будут Собирать Тысячи Церкви И там реально Будет воскрешение Мертвых С колясок Будут вставать Новые церкви Открываться Я верю Что эти апостолы Здесь сидят Я верю В пастеров Мудрых Которые Как вот Сегодня Есть Мега церкви Смотришь 50 тысяч Человек А ему Всего 25 лет 35 лет А он Уже 50 тысяч Собирает Ну Слушайте Почему это Где-то там В России Я верю Наступают Такие же Времена Но это Будете Вы Вопрос Только Сегодня Что вы У Бога Попросите Судьбу Или Блузку Пожалуйста Пересмотрите Свой Молитвенный Список В свете Того О чем Я вам Сказал Придите Домой Заведите Альбом Мечты Я бы Был бы Если бы Быть 15-летним Пацаненком Я бы Пришел В тайную Комнату В 15 лет Встал бы На колени Попросил бы Такую Судьбу Чтобы Все Трое Встали На На Ноги На Небе И Сказали Кто Этот Пацан Я бы Сказал Все Что Ты Можешь Не Я А Ты Сделай В моей Жизни Твои Возможности Пусть Работают Твои Способности Пусть Работают Твои Планы Пусть Работают Господь Я бы Орал Долго Бы Орал Пока Не Получил Годами Бы Орал Годами Бы Орал А может Быть Пять Дней Я не знаю Сколько Надо Орать Чтобы Получить Но Я бы Орал Я бы Сделал Все Чтобы Все Трое Не Спали Пока Я Не Получил Потряс 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 Господа Своей Мечтой Потряс Господа Своей Мечтой Впечатлите Его Пусть Он От Вашей Просьбы Встанет На престоле И Скажет Это Кто Такой Впечатлите Его Своей Мечтой Своей Просьбой Аминь Мы забыли С пастором Михаилом Объявить Что Может быть У вас У кого-то Есть Какой-то Вопрос Вы Можете Написать Его Письменно И мы Постараемся Ответить Или Вы Можете С места Кричать Может быть Какие-то За это Время Конференции Или Еще Что-то За это Время Или По Сегодняшней Утренней Проповеди Или Вообще В жизни Если Я смогу Ответить На Некоторые Вопросы То Я Отвечу Если Я Не Смогу Ответить Я Не Отвечу Все Я вам Все Сказал Что я Хотел Это Было Доступно Нет Понятно Супер Когда Станете Великими Меня Не Забудьте Человека С равнин С Казахских Раз 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 Итак У кого есть вопросы Может кто-то Что-то хочет Задать Поинтересоваться Спросить Кто 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 Есть у кого-нибудь Из вас Вопрос Пожалуйста Посоветуйте Что еще Можно делать Сестрам Кроме Как ждать Пока Их Восьмут Замуж Неплохо Что еще Можно делать Сестрам Чтобы Выйти Замуж Нет Повтори Что Можно делать Сестрам Кроме того Как ждать Что Их Замуж Что Можно делать Сестрам Кроме того Как ждать Пока Их Возьмут Замуж Чем Можно заняться Девочкам Кроме Замужества Ну, подскажи мне, борода. Если бы я был бы девчонкой, неплохое начало, то самое последнее, что я бы делал, это ждал, пока меня возьмут замуж. Почему? Потому что предназначение девчонки, я думаю, что, ну, не только в замужестве. Я бы вымаливал у Бога судьбу. Я бы потрясал Бога своей просьбой, дай мне судьбу. И достиг бы в этом мире чего-то великого. Неважно, на сцене, в художестве, в профессии, где-то. И муж был бы моим приложением, а не целью. Если бы я сильно хотел замуж, например, я смотрю сегодня на своих дочерей, которые уже подросли, у меня много детей, всех называют дочерями, вот. И я смотрю, что мне не нравится. Они научились вилять. Ну, уже по 21, по 22 это место выросло, и уже умеют. Они умеют трясти здесь, что есть. Тоже умеют. В Инстаграме зарегистрироваться, намазаться, чтобы впечатлить там какую-нибудь, какого-нибудь охотника. Вот. Тоже умеют. Где-то там засветиться, чтобы засветиться. Тоже умеют. Ну, я задаю тогда вопрос один на один с моими дочерями. Я говорю, вопрос. А ты пробовала когда-нибудь попоститься, помолиться, чтобы Бог отдал тебе мужа? А вот этого не делали. И вот там сияет, там на дискотеку сходит, там где-то в фестивале, там где-то. А к Богу так и не сбегало. Ну, если ты так сильно хочешь замуж. Бог с первых страниц Библии, из себя, одно из его имен, это он сват. Не люди сваты, Бог сводит. Авраам поэтому и говорит, ты пойди, Бог тебе пошлет ангела, и ты даст. Но ты Бога взыщи. А вот сегодня мы ищем Инстаграм, мы ищем, где там еще эти, вы там женитесь, борода. Христианские сайты знакомств, там где-то еще. Я за все, я все поддерживаю. Но прошу вас, если так сильно хочется, Бога взыщите. И скажите ему, вот я, выдай меня замуж, папа. Ну, если хочется замуж. А так бы я на этом не зацикливался. Хорошо. Еще вопрос. Спасибо. Отлично. Раз, раз. Вопрос. Все-таки за жену надо поститься. Да? По-любому. Женщина сам попадешь. Я понял. Не, просто реально вот вопрос. Вот допустим, ты постишься и ждешь от Бога. Правильно? Да. По-другому никак. Никак. Без постов лучше не жениться. Да. Просто не искать. Фигня на постном масле будет. Ну, короче, ждать от Бога только, да? Правильно? Брат мой, смотри, как картина маслом со мной. Я влюбленный. Ага. Уже договорился с родителями своими и с той. Я дружу, и у меня любовь почти к свадьбе. Дружу свято. Я женился девственником. У меня все нормально. Вот. И я ей говорю. Я столько дружу уже, что я ей говорю, давай поцелуемся. Вот. Понимаете? Ну, некоторые целуются, как бы сказать, ну, как автоматически или случайно. А я уже проговариваю. Понимаешь? Проговариваю. Она мне говорит, ну да, мы уже с тобой два года дружим, пора бы начаться. Мы поговорили несколько раз, несколько часов об этом. Но я однажды думаю, надо, пора перестать болтать, поцеловаться. Ну, просто поцеловаться. Я это делаю, у меня тошнота. Думаю, не поел, поел не то. Второй раз, третий, четвертый. Я думаю, стоп, что-то не то. Вообще, я понял, что что-то не то. Я дружу. Я когда взял десятидневный пост, в конце десятидневного поста у меня, мне снится сон. Я жених. Я счастливый. Но только в осне не она, а она. Я ее не знал. Просто у меня ощущение такое. Я счастливый, подхожу с цветами к пятиэтажке, и там моя любовь. Но я знал, что это не она. Я расстался, потому что я понял, почему тошнота. То есть я вот к чему эти все басни рассказываю. Не басни, а истории. Убедитесь на сто процентов, что ваш партнер есть воля Божьей. Поэтому без постов. Может быть, в России можно улыбнуться, и все получится. А у нас, у казахов, все через пост. У нас тоже. Итак, следующий вопрос. У меня вот тоже есть вопрос на эту тему. Ну вот смотрите, вы говорили, что надо поститься, молиться у Бога, чтобы Он тебе дал. Допустим, жену. Хорошо. И у меня вопрос на эту тему. Не просто сколько именно нужно молиться или ждать. Вот от Бога это. А именно, как другой твой партнер это поймет, когда это наступит. Вот когда тебе именно Бог указал. Как это понять? Ну вот видите, уже несколько вариантов смеха. Я понимаю его. То есть, у меня тоже в церкви были такие. Я постился, молился, Господь сказал, чтобы ты стала моей женой. Все это на уровне анекдотов. Вот. Вопрос такой, что. Как я понимаю, что жена от Бога? Первое. Не надо никогда подходить и говорить, Господь мне сказал, что ты моя. Вот как только к вам подходит и говорит, Господь мне сказал, то вы его вместе с его Богом просто гоните в шею. Это раз. Вопрос такой, что если она от Бога, то вы встретитесь, все будет случайно, все будет романтично, там, красиво. И так, ну мой сон, то, что я увидал, я потом пришел в одно заведение, смотрю, она сидит, ну красивая до безобразия. Вот. У меня заноска в пальце. Она, я говорю, дайте мне, пожалуйста, иголочку. Вот. Я заноску достану. Она говорит, а можно я вам сама достану? Вот с тех пор с меня заносить достает. Но, но, я тогда начал, она мне с первого взгляда понравилась, полюбил. И я сам себе сказал, если от Бога, если от Бога, то он, если Господу угодны пути человека, то он и врагов его примирит с ним. Помните? Помните, когда Авраам посылал этого раба, он говорит, если она от Бога, она верблюдов напоит, родители отпустят, она захочет. То есть, не Бог ему сказал, она, а когда обстоятельства все совпали. Я знал, что моя мама мне никогда не даст жениться на ней. Я сказал, Господи, если это от Тебя, она не будет противиться. Она скажет, пошел ты. Я пришел к маме, говорю, вот моя невеста. Она говорит, хорошо, и ушла. Но я же знаю свою маму. Если бы ей, ну, она бы там войну такую строила, что, вот, вы понимаете, о чем я говорю. А тут она молчит, и для меня это знамение. Ну, пришел к ее родителям, те сразу сказали, спаситель ты наш, забирай. Вот. Поэтому, ну, то есть обстоятельства, понимаете, да? Ну, и когда я начал целоваться, то есть никакой тошноты, все по маслу. Что ты смеешься, что ты смеешься, ты? Еще вопросы? Следующий вопрос. Да, пастор Анатолий, здравствуйте. Мне больше по вчерашнему вопрос. Там было про двух господ, да, рассказ. И как раз вопрос такой, что, а как вот это вот искушение, если финансами идет? Как с ним, ну, бороться? Как, ну, как остаться верным Богу там? Ну, вот. Мне повторить ближе, громче, подойти к вам, сказать, как лучше. У меня некоторые слова выпадают, и я логики не уйдал. Все остальные все равно услышали, а я могу подойти к вам так сказать. Вчера рассказывали, чтобы двум господам не служить, да? Как быть, если пошло искушение финансов? Он, вчера, значит, у нас была тема по финансам, и мы говорили о том, что, значит, бывает в жизни момент, когда вот мы служим Богу, ходим в церковь, да? И потом мы начинаем заниматься бизнесом, и бизнес начинает сильно быть успешным. Но любой успех, он же не бывает на пустом месте. То есть он берет тебя, ну, захватывает, да? У меня в церкви есть парень, вот, похожий на вашего красавца. Вот. Это рыжий свет или какой-то? Огненный рыжий или какой-то? Огненно-рыжий. Вот. И у меня в церкви есть такой парень, он немножко повыше его. Этих вот людей называют как-то там, как вас называют в народе? Нет, есть какое-то название у них. Как только люди называют? А? Их по-разному называют. И моря? Ну, я... Не-не, я имею в виду... У нас называют благословенный брат. Не унизительно, а нормальным словом каким-то. Так я так и сказал. Вот. Ну, так вот, короче, его позвали, увидали, что он красивый, он там где-то написал свое резюме, его позвали на подиуме, он сейчас рекламирует вот некоторые вещи, которые вы видите, это наш брат во Христе рекламирует эти вот вещи. Но его в церкви нет. Да, пацан 25 годам там купил квартиру за 50 тысяч долларов, там машину, родне там помог. Все хорошо, просто цена. Понимаете? Потому что надо целыми днями быть на подиуме, быть на этом, быть на этом. Вот. И так далее. Вот. Я когда занимался бизнесом, и прет у тебя, и обязательно, вот у меня в жизни много раз было такое исключение, обязательно появляется кто-то, ты нам нужен, мы видим в тебе потенциал, мы видим в тебе способности, мы видим в тебе, и мы тебе клянемся, вот тебе бумаги, вот тебе все, мы в тебя вольем, ты обязательно станешь миллионером, у тебя все попрет просто в шоколаде, но за все же надо платить, то есть просто работая здесь целыми днями, у тебя будет меньше времени на церковь, меньше времени на семью, меньше времени на это, но зато ты будешь иметь. Вот тут я всегда говорю, извините, просто извините. Я когда женился на ней, и прошел там года 4-5, меня позвали в Америку, вот, я прилетел в Америку, вот, и мой товарищ мне говорит, ты знаешь, ты привезешь домой десятку баксов, десятку, но тебе надо будет прожить три месяца в Америке, там будешь служить, там будешь служить, там будешь, по тем временам привезти десятку, ну, я бы квартиры две-три купил бы. Ну, я представил, что я три месяца без нее, а она три месяца без меня, ну, ей-то ладно, по физиологии легче, а мне-то как? Грешить три месяца, чтобы потом привезти домой три квартиры? Я пробыл ровно одну неделю и сказал, знаешь, дорогой, мужики, когда снимают себе блудницу, они платят деньги. Сколько я готов заплатить за то, чтобы быть с моей женой? Тридцатку. Взял билет и улетел. Жалею ли я, что я тогда не провел три месяца в Америке, чтобы купить ей три квартиры? Ничуть не жалею. Вот лучше быть с ней, чем с тремя квартирами. Может быть, я больной, не знаю, ну, не больной, влюбленный. Ну, ты жалеешь, что я там не остался? Тоже нет. Вот мы как-то так живем. Я не осуждаю, кто уезжает на полгода, поймите, я не осуждаю. Просто, когда есть возможность чем-то жертвовать, куда-то жертвовать, то я вот лучше с любимой шалаше, нежели с деньгами в Америке. Это мой лайфстайл. Все, следующий вопрос у нас Миша вот на очереди. Я, может быть, не ответил, да, братка? Поэтому, когда меня отрезают от церкви, от служения, я лучше заработаю немного, но буду в Боге, а потом на небе. Вот этот парень, который сегодня разбился 42 года, вы не представляете, насколько он был амбициозным. 42 года. Он, мы с ним недавно встречались, он, у него жизнь кипела. Ну, авария все остановила. Вот люди тоже думают, так долго будут жить. Я взял своего 15-летнего сына, он у меня тоже метр восемьдесят два уже, вот. Когда ему было 12 лет, он мне говорил, что он женится в 30 лет. Когда ему было 13 лет, он сказал, что женится в 25 лет. Сегодня ему 16 лет, он не может дождаться, когда будет ему 18 лет. Он даже сегодня стоял в церкви рядом с какой-то девушкой, когда ему хотел, хотя у него приказ стоять только спереди, среди братьев. Вот он уже, у него крыша едет. Я его взял, однажды на кладбище повелся. Я говорю, Иосиф, давай погуляем. Он такой, батя, ну ты нашел, куда мне прогулку сделать. Ну, потому что я с детства на кладбищах, два года папу хоронил там и так далее, а этот живет сыр в масле. А я ему говорю, давай погуляем по кладбищам, давай. И мы начали гулять, и вы знаете, кто-нибудь был на кладбищах, нет? И там вот дата рождения и смерти. И этот мой пацан парится, высчитывает там, сколько же лет, сколько же лет. Я ему начинаю помогать, считать, сколько лет человек прожил. Прошло полчаса, и ему было до 15 лет. Мы нашли кучу могил, которых он уже пережил. Я говорю, сынок, ты больше этого живешь, больше этого живешь, больше этого. У него волосы вот так вот стали. Мы тоже хотим жить всю жизнь, но лучше сделать выбор в пользу Бога. Этот парень, который сегодня в 42 года разбился, он тоже весь мир хотел спасти в бизнесе. Вот так надо проводить каждый день в жизни, знать, что мы можем каждый день предстать. Вопрос. У меня еще есть вопрос, тоже по вчерашней теме, но вы уже говорили как-то об этом, про десятину с бизнеса. Хотелось бы еще раз, чтобы вы продублировали, если это есть возможность. Ну, если есть возможность, то как-то поподробнее. Как исчислять с дохода, там, расходы минус доходы, там, это десятина, это там, на туда, на сюда? Ну, я можно повторю то, что я сказал по поводу десятины, то есть, когда мы занимаемся бизнесом, и это немножко сложнее, когда есть люди, которые ходят на работу, и, условно говоря, им заплатили 100 тысяч рублей. Ну, здесь ежу понятно, что 10 тысяч, десятина, да, если 100 тысяч ты получил. А в бизнесе у нас бывает такое, то много на счет придет, то мало на счет придет. И в бизнесе это система целая, ты должен закупать, вкладывать, инвестировать, развивать и так далее. И поэтому некоторым бизнесменам очень сложно высчитывать свою десятину, я сейчас говорю про себя, как для бизнесмена. Вот, и вопрос такой, что особенно сложно, когда идут банкротные года, то есть, бизнес идет в минуса, как давать? Вот мы в своей церкви с моими друзьями вычислили такую картину, я думаю, что она божественно правильная. Какие бы минусовые года ты не жил, ну, как бы тебе в жизни трудно не было, как бы тяжело не было вычислить десятину в бизнесе, когда вот так вот все, миллионы вот эти вот, вот так вот лазают. Мы платим десятину от того, от тех денег, сколько мы потратили на свою семью. Вот вы понимаете, да, о чем я говорю? Много ты заработал или мало, например, берешь в месяц с бизнеса и принес 100 тысяч рублей. Вот мы потратили на семью 100 тысяч, вот 10 тысяч мы заплатили. Ну, потратил ты в этом месяце на себя 500 тысяч, ну, 50 тысяч, десятина. Ну, потратил ты в этом месяце на себя 20 тысяч, ну, 2 тысячи. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, поэтому мы, поэтому вот деньги, которые мы тратим на себя, они легко вычисляемы. Чем деньги, оборотные там бизнеса, потому что ты заработал 50 миллионов, и ты говоришь, вау, я богатый, проходит 5 дней, ты еще 50 должен, оказывается. Думаешь, нормально ты заработал. Спасибо, следующий вопрос. Я возвращаюсь к теме поста. У нас тоже есть пост, мы взяли молодежные команды и всеми желающими в четверг за молодежную конференцию. И какими книгами вы вдохновляетесь на пост? Буквально пару штук. Есть такая книга, автор его... Парада спасает. Ну, в общем, ладно, философию расскажу, а вы сами ее найдете. Лечение голодом. Просто лечение голодом. Полно сейчас, сейчас в России даже уже открывается полно клиник, где лечат голодом. Любую книгу... Лобков фамилия, вот профессор Лобков. Профессор Лобков, он является сыном нашего... У нас есть в городе Баптисты дом молитвы. Он сын дьякона. Он профессор по гастро... Шмастрологии. Ну, короче, вот это вся пищеварение. Вот. Он почитал много раз Библию. Папа дьякон, он знает, он соединил духовность с физическим. Там он вообще профессор, он вообще... Он думает, что Бога нету. Он отступник конкретный. Но лечение голодом... Вот. И они... Я вот эти вот книги люблю читать. Потому что как правильно искать Господа, я знаю. Вот. А как вот голодом лечиться, не знаю. Ну, в общем, мысль, общая мысль, она одна. Первое. Пейте три литра воды в день. Второе. Научите себе делать клизму. Как бы это противно, не противно было. Треть, четвертое или пятое. Здорово, что вы поститесь молодежью. Я помню, когда я был подростком, как я начинал. Одному пацану поститься это почти невозможно. Почему? Потому что мы должны понимать, что пацаны это стадное животное. Вот. Даже уже ты женатый, а все равно ты будешь с друзьями тусоваться. Ну, это вот... Все мужики это стадное животное. Поэтому она это уже знает. Она знает, что вокруг меня будет всегда три-четыре мужика. Ну, мне так легче жить, понимаете? Вот. Вот поэтому мы с самого детства... Я помню, у нас было пять друзей. Вот. Один был нехрист. С детства было видно, что он нехрист. Так он и стал нехристом. Вот. А мы двое-трое разделяли вот эту вот мысль. И я всегда говорил, Андрюха, Витька, давайте попостимся. О, давай. Вот троим. Ну, мы не вместе в одном доме, а просто мы вот знаем, что мы постимся троим. Ну, трое. Я знал, что мы там через пять дней встретимся и скажем, ну, постился. То есть вот мужику надо, чтобы где-то кто-то был ты с кем-то в связке. Вот вы молодежка, здорово. Вот четверг, все, мы вместе. И хочется там, например, постишься полдня плохо, а ты знаешь, Витька с Андрюхой постятся. Как ты им потом в глаза будешь смотреть? Убьют же. Ну, вот такая закалочка. Я даже на сорок дней пошел, и то нас четверо пошло на сорок дней. Вот. Ну, легче так. Это психология. Говори. Следующий вопрос. Все, отлично. А сколько вы с женой, получается, встречались до помолвки, до свадьбы, до всего такого? Ну, которая вот красавица-то ваша. Ну, правда красивая? Конечно, да. Я с ней встретился вот как было дело. Мне было 20, ей было 16. Ну, у нас 16 лет уже выглядело так нормально. Это первый момент. Момент второй. Мы объявили помолвку через 2-3 месяца, да? И потом в помолвке еще год дружили, чтобы жениться. Потому что в то время не было денег на свадьбу и так далее, так далее, так далее. И что я хочу сказать про это время, год и 3 месяца. Баран я самый натуральный был. Как так дружить? Нереально вообще. Когда ты уже знаешь, дружишь, общаешься. Вот. Что я с ней не переспал, это милость Божия, чудеса и знамения. Я ее пугал, говорю, переспишь со мной, потеряем помазание, призвание. Будем жить нищими и так далее. Бойся меня. Вот. Только страхом я ее спасал и сам себя. Вот. Еле воздержались. Поэтому врагу не посоветую год и 3 месяца дружить. Ну это так, откровенно между нами мальчиками. Увидал, что воля Божия, женись. Я, например, еще сегодняшнюю тенденцию молодежи не понимаю вот какую. Вот буквально я недавно сейчас приехал с одной молодежки. Ну, если... Прости меня, я знаю, что ты 10 лет дружил, ну что поделать. Вот, недавно где-то проводил молодежку и говорю молодому парню, почему ты не женишь? И он говорит, пастор Анатолий, я, значит, займусь бизнесом, разобьюсь в нем, куплю квартиру, машину. Вот, потом приеду, потом буду я искать себе сестру, девушку, женюсь и так далее. Лично я противник таких, такого мышления. Объясню. Я женился на ней, мы были бедными. Вот. И мы с ней из бедности стали подниматься вдвоем. Зато она и я понимаем, ну, понимаем, мы вместе это все шли. Мы понимаем это. Вот. Ну, я не уверен, что было бы мне легко, если бы я всего добился. Она вот пришла на все готовое. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот. И момент такой, что ты будешь пока бизнесом заниматься, развиваться, тебе будет уже тридцатник. А как с грехом? Нормально все будет? Или у вас об этом не говорят? Или вы, русские, как-то по-другому вас на небе скроили, чем нас, казахов? Братка, я ответил, нет? Не ответил? А, ответил, да? Слава Иисусу Христу. Еще вопросы? Следующий вопрос. Тот еще, но не надо стесняться. Я не за ускоренку. То, что я сказал год и три месяца, не пожелаясь врагу, но и ускоренка. Когда две недели встретились, женились. Ну, оптимизация где-то должна быть. Кому-то, я знаю пары, которые по три года дружили. Вот им реально надо было, даже когда они через три года ко мне подошли, я им хотел сказать, еще пять лет подружите. Ну, реально там вот. А? Там была особая благодать. Еще. Мысли, умозаключения, пожелания. Ну, давайте. А, окей. Потом я. Приветствую, Анатолий. Меня зовут Андрей. Такой вопрос. Какие у вас проекты в служении сейчас проходят? Или будут? Слышно? Какие проекты в служении я? Да. У вас планируются. Сейчас. Спасибо. Я понимаю время, которое мы, мое понимание времени, в котором мы живем, следующее. В России очень мало церквей. Что я имею в виду? Чтобы вы меня понимали. Например, если вы говорите, в городе Екатеринбурге церкви есть, да? Но я имею в виду, что церкви в Екатеринбурге мало. Я имею в виду, на то количество, миллион есть? На то количество людей, количество церквей, катастрофически непропорционально. То есть, поедьте вы в любую другую развитую страну. Ну, я не говорю уже про Корею, про Америку. Ну, понимаете, вот, например, ну, в Корее бы на этот миллион было бы уже, не знаю, тысяч пять церквей в одном городе. В Америке было бы тысячи три. А у нас всего десять есть, нет? Десять есть. А двадцать? Тридцать? Вот. Тридцать для миллиона – это много или мало? Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, я сейчас, ну, я вам на примере Екатеринбурга. А в России порядка ста тысяч населенных пунктов, где нету церквей. Вообще, даже православных. Мы сейчас, вот я буквально сегодня воскресенье, в четверг буду в Перми. Мы там запускаем библейскую школу для тех, кто хочет открыть церковь. И мы будем посылать по разным городам России с поддержкой. С сопровождением, с научением, со всем подряд. Вот это то, чем я говорю сейчас на территории России. Я верю, вам надо открывать церковь. Не нам. Мы застряли в девяностых. Мы вот собрали какое-то количество. На этом, наверное, наш креатив закончился. Наверное. На этом, наверное, наш подход закончился. Сейчас время вот таких вот бородатых, безмозглых. Вот. Они соберут тысячу. Не знаю как, но они ее соберут. Они с гаджетом вот этим вот, которого я считаю, что он гаджет, а они считают, что это телефон. Вот. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот должно подняться. Это является мировой тенденцией. Посмотрите на многих пасторов, которые сегодня, ну, флагманы. Это люди сегодняшний день, например, в тех развитых странах, которые христианские, флагманы 35-летние. 35-летние. Я думаю, что в России флагманы должны подняться. Флагманы, вы понимаете, да, слово такое? Это вот, ну, передок. Ну, то есть, я думаю, что сегодня, я думаю, что мне, 45-летнему, надо отойти немножко, поменять позицию, уйти уже в отцовство, а вот их двигать и отдать им церковь. Потому что им без отцов будет сложно. У отца есть связи, характер и так далее. У них ни характера, ни связи. Вот. Ну, у отца характер связи, но мозгов нету. А у них мозга есть, но характера связи нету. Вот нам надо это все объединить, и должны стать молодые пасторы. Вот. Например. Сегодня, когда вы посмотрели на аудиторию церкви, да, вы заметили, сколько здесь пожилых людей? Заскаливает, правда? У вас возникает вопрос, как так можно иметь столько пожилых людей при молодом пасторе? Я сейчас про Виктора. Хорошо, у меня другой вопрос. А когда вам будет 50, вы в какую церковь хотите ходить? Пастору 60-летнему или 25-летнему? Я буду ходить 25-летнему. Пусть у него мозгов не будет, и проповеди будут странные. Мне огонь нужен его. Чтобы у меня 50-летнего, пусть он орет. А-а-а! Я с ним буду вместе стоять. Да-а-а! Пусть прыгает, скачет. Вот эта вот темповая музыка в 50 лет. Мне их не энергетика, надо будет. Понимаете, да? И мои мозги, и деньги. А я приду, со своей подругой встану. Зажгите нас, молодежь. Вы понимаете, о чем я говорю? Разве с вами не так будет? Да. Ну, хоть ты меня понимаешь, братан. Слава Иисусу. Я не пойду в 50 лет к вот этим вот. Тут сам такой. Бро откровение получил. Поэтому жгите. Это ваше время. Мы начинали церковь, нам было 15-17. Ну, жгите вы теперь. А! Б. Что я вижу в наше время? Не так много парней вот этих вот. Но я сильно верю в девчонок. Вот кто сегодня выходил? Где ты? А! Я смеялся не над тобой. Со мной сидел извращенец. Вообще просто. Он что-то курит, на чем-то сидит, я не знаю. Ну, друзья, вот все, кто здесь, посмотрите на вот эту вот молодую сестренку. Сколько тебе, ну не будем спрашивать, сколько тебе лет? Ну, лет 13-14 есть, наверное. Но смотрите, она молодая, красивая, посвященная. Вышла, спокойно держит микрофон. Спокойно. Два извращенца смеются, а она продолжает говорить. Я вот о чем. Я в церкви, когда говорю, ты выйди, попроповедуй. Смотрю, вышел один, мокро. Ты что делаешь, а? При всех. А вот взрослые там, понимаешь, и воняют. Вот поколение. Можешь выходить. Можешь зажигать. Выходи, жги. Я верю, что в России поднимутся прекрасные, классные церкви. Их поведут девчонки. Наши сестренки. А я буду стоять рядом с каждым из них. Давай, я с тобой. Ну, это мое понимание, ощущение времени. Следующий вопрос. Я хотел бы поинтересоваться у вас. Вы так рано начали церковь. Также у вас, как я понимаю, вы занимаетесь бизнесом, да, то есть работой, и в том числе церковь и служение. Вы говорите о том, что необходимо отдавать в первую очередь приоритет церкви. И вы, вам сейчас вот сколько, 30, да, где-то? Мне? Да. Ну, почти. Вот. В свои 45 вы такой заряженный, то есть бодрый по сцене, ну, кричите, орете, визжите. То есть круто. Мне тоже хочется вот в 45, чтобы у меня огонек не поугас. Вот скажите, чем вы себя мотивировали, поддерживали? Вот как вы находили золотую середину между бизнесом и служением? Господу. Ну, наверное, первое, что я никогда не думал на тему перегореть, и вы никогда об этом не думаете. Просто горите все. Понимаете, как бы, самое главное в жизни никогда не оставлять тайную комнату. Вот оставишь ее, и ты увидишь, как и служение заканчивается, и жизнь, и семья, и так далее. Вот это кузница жизни, твои отношения с Богом. В любых обстоятельствах. Просто каждый день читай Библию и каждый день молись. Вот это все. Понимаешь, почему я начал 15 лет церковь? Ну, я с баптизма. И у нас были такие проповеди. Почти постоянно. Помнишь, в пророке написано так. Если ты не скажешь грешнику, остановись, я взыщу его кровь в себя. Это у нас в баптистской церкви. У нас в городе столько неспасенных. С тебя Бог спросит. Этот палец старческий. У меня днем и ночью снился, что я... Я вроде как верующий, предстану пред Богом. И с меня там начнется, короче, за каждого, кому я не проповедовал. Да, вот у нас вот такая вот школа была. Поэтому до сих пор надо думать не о комфорте церковном, а о их спасении, вот этих вот грешников. И как больше бы их спасти. Поэтому церковь... У меня не было понятия церковь начать. Я просто приехал в колхоз. Там ни кола, ни двора, ни церкви, ничего. Люди, безбожники ходят. Камон. Я начал им проповедовать. А будут у тебя в 45? Еще так будешь скакать. И самое главное, половинку найти. Правильную. Почему? Потому что все в половинке заключается. Вот. Почему важно, чтобы половинка совпадала с тобой? Вот. Вы видите, да? Она не на сцене, нигде. Ну, ни разу микрофон в руки не взяла. Ничего не сделала. Но она настолько воцерпленная, настолько... Вот. Разбуди ее ночью и спроси ее что-нибудь, она будет говорить, как открывать церковь в России и в Казахстане. То есть она мой партнер, она мой движок. И вообще любая девушка, ее предназначение какая? Тридцать первая глава притч говорит о том, что она посадила мужа своего у ворот. Вот. Любая сестренка, независимо от возраста, ее задача сделать парня главою. Вот я помню, я женился на ней. Дома не жрать, ничего. Она подойдет, обнимет, поцелует. Он говорит, ты знаешь, Толь, помолись, пожалуйста. Давай вместе помолимся. Нет, ты знаешь, вот я когда молюсь, такое впечатление, что меня не слышат. Но когда я смотрю за тобой, короче, она мне пару лещей вставит. Сама включает сериал, а я в соседней комнате там. Челом бью, ору, кричу. Время проходит, она, Толь. Вот если, когда ты постигся, со мной никогда не ходила. А я на 10, 15, 20, а она, молодец, давай, я с тобой, вау. Лещей мне засунет, мне этого хватает. И я там бошкой стенку разбиваю, понимаешь, она подойдет. Молодец, я с тобой. Вот так разводит меня уже 23 года. Вот, думай о церквях, ты о чем думаешь? Думай об этом, думай об этом, думай об этом. То есть, вот, об этом надо до свадьбы договориться. То есть, разделяешь ли ты ценности, разделяешь ли ты служение, разделяешь ли ты это. Поэтому ее задача не здесь стоять, а мне там вставить, и я побегу дальше. Следующий вопрос. Да, 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 а что еще есть? Еще вопросы у нас есть? Дина, и закончим. Надинем мы. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот вы и пастор церкви, и вот служите, и бизнесмен, и семья у вас классная. Вот как у меня бывает, что у меня тоже много сфер в моей жизни, и работы, и учебы, и служения. И я такое в себе замечаю, что когда у меня что-то налаживается в одном, вот прям все хорошо, вот, например, в служении. Я потом понимаю, что у меня на работе начинаются какие-то проблемы. На работе все налаживается. Ой, что-то учеба подвалилась. Вот, в общем, как вы сохраняете такой баланс, и случается ли у вас такое, и что вы делаете в таких ситуациях? А не бывает такого баланса. То есть мы вот в эти три дня говорили, что если бы я посвятился сто процентов бизнесу, он был бы у меня хороший. У меня бизнес страдает. У меня нету фонтана в бизнесе. Я не миллионер в долларах. Я не такой богатый, как вы думаете. И кольцо мне это подарили вообще. И одежду тоже. Вот, то есть, если бы меня сегодня бизнесмен любой здесь просканировал, протестировал, то я там самый неудачный. Для меня, у меня бизнес, получается, благодать бизнеса в том, что я живой. Что я не в минусах. Что у меня оплачиваются кредиты. Что я эту девушку могу возить по миру и кормить. Ну, и на какой-то машинешке ездить. Потому что, когда я смотрю на некоторых бизнесменов, у них там фонтан. Вот. У меня, наверное, хорошо немножко в церкви. Вот, на этом плане. Поэтому, ну, не бывает. Ну, я, например, не верю, чтобы было хорошо и в бизнесе, и здесь, и здесь. Ну, может быть, оно и бывает, только я не видал. Поэтому я делаю немножко плохим бизнес, чтобы преуспевать здесь. Да, наверное, так. В бизнесе называется так. Я сделегировал. То есть, у меня ведут люди, мои салоны и магазины, и я там даже не появляюсь. Я понимаю, что если бы я был бы там, продаж было бы больше. Вот. Ну, я не имею столько денег. А рад за то, сколько имею, и все. Но зато без моего участия. Спасибо большое. Ну, и, может быть, в завершение что-то вот вы пожелаете молодежи, скажете в конце этого собрания. Напутственное слово. Впечатлите Бога своей мечтой. И формируйте свой характер в тайной комнате. Формируйте в тайной комнате настойчивость, повседневность, упертость. Есть такое слово, упертость? Где вы, некоторые, я молилась. Годами молись. Вот, ну, постоянство вырабатываю. Но в тайной комнате. А Бог, видящий тайное, обязательно воздаст тебе явно. Субтитры сделал DimaTorzok